Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. На самом деле, половина этого видео, даже большая его часть, была записана в другой локации, в привычной. Сижу там перед окном, но так, в определенный момент начинает падать свет, что ты действительно выглядишь на 20 лет старше. Поэтому я переместилась сюда, за моей спиной, все естественно. Я поставила лестницу, потому что мыло стекла. Могу сказать, что стекла блестят, стекла прозрачные. Запишу отдельное видео, как мне удалось этого добиться. Достаточно легко, достаточно просто, кстати. Но тема сегодняшнего видео, это мой спа-день. Все будет очень легко, все будет просто. Очень и любая, у кого есть в доме, в комнате, ванная, комната с ванной, куда можно набрать достаточное количество воды, чтобы туда погрузиться и полежать, сможет такой спа-день повторить. Потому что очень часто мы думаем, что спа-день, это спа-день где-то. В каком-нибудь салоне, где за нами ухаживают, где на нас наносят какие-то маски, на все тело обертывание, какой-то супер пилинг делают. Но я убедилась и пришла к той простой мысли, что никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам, если у тебя есть желание. К сожалению, очень часто за собственные деньги нельзя, скажем так, получить те услуги, которые ты хочешь получить, того качества, на которое ты рассчитываешь, потому что ты эти деньги платишь. Нет, мы нужны только себе, наш быт нужен только нам самим, наши дети нужны только нам самим. Поэтому если мы действительно хотим, чтобы что-то было сделано хорошо, придется сделать это самостоятельно. Итак, мой спа-день, который случился со мной буквально два часа назад, и, как я часто говорю, да и не собиралась я видео записывать, но настолько себя почувствовала бодро и отдохнувшись, что решила, ну почему бы, в общем-то и нет. Состоит из того, что я набираю достаточное количество воды в ванную, в ванную непосредственно, и потом добавляю соду. Часто меня спрашивают, сколько соды добавлять. Если в ванной прохладно, и я принимаю ванну, допустим, зимой, и, естественно, в ванной прохладно, там нет отопления, мы его редко включаем, соответственно, я набираю много горячей воды и добавляю примерно стакан соды. Если же тепло на улице, и я знаю, что я не замерзну, мне достаточно меньшее количество воды, я добавляю примерно полстакана соды. Но я замечала, что если я очень много добавлю соды, вот бывает такое, что называется, прямо такие, ее на глаз из коробки сыпешь, и очень много высыпалось, ты понимаешь, много высыпалось, Я не замечала, что кожа, допустим, сухая. Вообще, очень многие думают, что при взаимодействии соды с кожей наша кожа станет сухой. Что совершенно не так. Кожа становится более мягкой, волосы становятся более мягкими. И это один из тех аспектов, который был для меня самой очень и очень удивителен. Я погружаюсь в эту воду, в этот содовый раствор. Я не добавляю больше ничего. Никакой пены для ванной боже упаси. Я много раз рассказывала о составах. Ими я только убираюсь. И, к счастью своему, убедила ему уже не пользоваться никакими гелями для душа. Никакими гелями для создания пены. Я не купаю своих детей. Только соду добавляю. Иногда добавляю для вкусного аромата, приятного аромата эфирное масло. Например, лаванда или лимон. Но для вас это может быть любое другое масло. Но я заметила, что потом сложнее чистить ванну. Поэтому я масло могу нанести на полотенце, которое я приготовила. Рядом положила туда несколько капель. И, соответственно, точно так же могу ощущать прекрасный аромат эфирного масла, который мне нравится. А вода только соды. Ничего больше там нет. Я знаю, что кто-то принимает и кто-то советует принимать в ванной. Добавляя туда и соль также. То есть, помимо соды, также соль. Иногда я так делаю, но поскольку соль в моем доме нечастый гость, и постоянно забываешь ее покупать, то, соответственно, в итоге я в 9 случаях из 10 принимаю просто содовые ванны. Что я чувствую после этого? Да ничего я не чувствую. Не чувствую, что какие-то токсины из меня выходят. Хотя, повторюсь, я сейчас встретилась с информацией. И эта информация, мне кажется, очень-очень правдивой. Потому что такие содовые ванны, именно потому, чтобы поухаживать за собой, чтобы кожа была мягкая и красивая, я использую уже на протяжении многих лет. Но я встретила информацию, что есть альтернативное мнение, которое говорит, что кожа наша кислая, pH кислый. Но не потому, что так должно быть, так предусмотрено природой. А потому что через кожу выходят, прежде всего, вещества, выходят продукты окисления, выделяют кожу. Именно поэтому кожа кислая. Поэтому ее нужно защелачивать, защелачивать местно при помощи соды, например. На самом деле, есть другие способы защелачить кожу. Но при помощи соды, содовых ванн в том числе. Соответственно, я в это верю, не верю, но, что называется, проверить не могу. И мне ничего не стоит приезжать в содовую ванну, которую я, повторюсь, делаю прежде всего. Потому что кожа действительно кажется очень очищенной и очень-очень мягкой. Я пытаюсь опустить и стараюсь всегда опустить также кожу головы для того, чтобы просто промылась кожа головы. В то время, когда волосы уже мокрые, я наношу примерно 4 столовые ложки. Но мне не жалко соды. Сода, к счастью, в Италии стоит дешево. Наношу достаточное количество соды, втираю, массирую в кожу головы. Все это оставляю на волосах, не смываю, примерно на 10-15 минут. Все, опять же, зависит от того времени, сколько я нахожусь в ванной. Я также наношу на все лицо, делаю самый обычный пилинг, скраб при помощи соды. Не царапает мне кожу, не сушит кожу. У меня есть ощущение, что кожа на лице потом натягивается, стягивается как будто бы, но сама кожа при этом не шелшится. Сейчас я записываю видео, как раз-таки 2 часа, наверное, прошло после того, как я вышла из своей содовой ванны и закончила свою СПА-процедуру. Соответственно, наношу также, делаю пилинг, делаю самое обычное движение, которое делается при помощи, для точнее пилинга, я делаю при помощи. Самое обычное движение, которое мы делаем, когда делаем себе пилинг, я делаю точно так же, только сода. И соду оставляю. Помню, когда-то поначалу мне как будто бы чуть-чуть щипала кожа, возможно, где-то в районе скул, где-то в районе щек, но сейчас этих ощущений я не испытываю, я могу очень долго с этой содой находиться на лице. Повторюсь, никакого ощущения и также визуальной сухости моей коже это не дает. Ну и потом, если мне, что называется, не лень, я также прохожусь вот таким скрабом из соды, исключительно из соды, ничего больше не добавляю по всему телу. И потом я начинаю делать то, что делаю в турецких банях, насколько я поняла, и, возможно, эта процедура каким-то образом даже называется, но я это делаю в ванной. Пришла к этому интуитивно, просто потому что однажды начала скатывать на себе кожу, но, кстати, возможно, я делала сама массаж в ванной, возможно, тоже такое. И я поняла, что прямо-таки под пальцами у тебя, когда кожа влажная, собирается твоя собственная кожа, и огромное количество этой кожи можно собрать, в особенности, если ты никогда эту процедуру не делала. И, кстати, если вы посещаете салон и посещаете какие-то процедуры по пилингу, по скрабированию и так далее, попробуйте дня через два лечь вот так в ванную, можете соды не добавлять, если по каким-то причинам вы боитесь иссушить свою кожу, просто полежите в ванной, а потом попробуйте скатать достаточное количество кожи. Посмотрите, она у вас вообще скатывается или нет. Вы будете удивлены, что да, к сожалению, скатывается. А как, кстати, я это поняла? Я когда-то, когда приехала в Италию, делала, эти пилинги были разрешены, потом их запретили, делала, наверное, какой-то кислотный пилинг. С какими кислотами, даже я не вспомню, я не скажу, я не знаю. Но однажды я пришла к эстетисту и сказала, вот у меня на голени белый налет от сухой кожи. Раньше в России этой проблемой я страдала только зимой от колготок, когда трется кожа сухая на голени. И, соответственно, ты как будто бы получаешь перхоть на голени. Но в Италии я стала страдать этим круглогодично, так же и летом. Это было очень некрасиво. Я обратилась к эстетисту, который тогда мне делал маникюр, педикюр и что-то еще, возможно, делал. Чистку лица, конечно же, делала. Я потом вся в прыщах ходила еще, наверное, недели-две. Соответственно, мне сделали вот этот пилинг, который потом запретили. И я дня через два, через три оказалась в термальных бассейнах и поняла, что после этого пилинга, да, кожа выглядит хорошо, но кожа скатывается. Потому что, ну, когда мы в бассейне, когда мы долго начинаем, мы можем просто почесаться, кстати, совершенно не желая почистить себя в общественном бассейне. Можем почесаться и понимаем, что, да, под пальцами, под ногтями, возможно, скатывается наша собственная кожа. Кто с этим не сталкивался, поставьте крестик, но я думаю, что сталкивались все. Соответственно, вот в ванной нужно сделать то же самое. Себя любимую вот таким образом, с себя любимую вот эту кожу скатать. И вы будете удивлены, как ее много. Но хорошая новость в том, что если вы будете эту процедуру делать хотя бы раз в неделю на протяжении двух месяцев, потом этой кожи будет гораздо-гораздо меньше, ну и кожа будет ваша выглядеть прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ни о какой сухой коже на теле вы просто знать не будете, потому что всю эту сухую кожу, которая шелушится, то есть это уже мертвая кожа, вы ее просто будете вот таким образом механически убирать. По поводу педикюра, о котором я рассказывала. Ленивый педикюр, когда вы выходите из душа, либо когда вы выходите из ванной, в носочки положили столовую ложку соды, возможно, две столовые ложки соды. На вот такие распаренные, но сухие ноги, вытертые полотенцем ноги вы надели, сходите достаточно долго, можете спать с такими носочками, можете целый день ходить в этих носочках. Дни через 10, как я сказала, сталкивалась с этим на, собственно, примере, проверяла, вы получите прямо-таки вот младенческие ноги. Но очень важно взять свою стопу, сесть, возможно, в ванны по-турецки, либо, если вы не принимаете ванну по каким-то причинам, размочить 20-30 минут ноги в теплой воде, вы можете добавить соду, можете в этот раз не добавлять, важно ноги размочить, и потом своими собственными руками обработать ваши ноги. Пимза вам не подойдет, вам не подойдет никакой поскребок, потому что кожа будет очень мягкая под тем, что вы, что называется, соскребете, скатаете, по-другому сказать нельзя. У меня, на самом деле, нет маникюра свежего на руках, но я покажу. То есть вот так нужно скатывать свою стопу, вот таким образом обрабатывать, между пальчиков проникнуть своей собственной рукой. Никто нам так не сделает, ни за какие деньги мы не получим такую услугу. Только, собственно, ручно мы можем так за собой поухаживать. И, соответственно, все ополаскиваюсь, промакиваю, именно промакиваю на себе излишки воды. Потом беру жесткое полотенце, в моем случае это вафельное полотенце, но на самом деле подойдет любое небольшое полотенце махровое, такое застиранное. Но желательно, чтобы на самом деле жесткое было. Добавляю туда горсть, ну, может быть, 4 ложки на глаз соды. И вот на такую влажную, распаренную кожу на протяжении последних месяцев я делаю такое обтирание. Я вам не могу передать какое-то потрясающее самоощущение после этого. Не столько, потому что вы соду втерли, я соду втираю, потому что я верю вот в это местное защелачивание. В обтирание соды я верю. И в обтирание перекисью водорода, поскольку мне это ничего, что называется, не стоит. А кожа на лице, например, у меня выглядит лучше, я тоже верю. И, соответственно, я наношу на жесткое полотенце, повторюсь, это вафельное в моем случае, и растираю кожу. А процедура эта родилась как раз-таки потому, что если вы даже себя очень хорошо потерли в ванной, собственными руками, не мочалкой и не мылом, а именно собственными руками, вот под водой, либо просто влажная кожа, вы поймете, вытирая, что даже когда кожа именно вот так в током состоянии, она еще не совсем просохла, хотя излишки влаги вы убрали, и вы жестким полотенцем себя растираете, вы тоже скатываете эту кожу. И вот эта процедура в моем уходе за собой родилась таким образом. То есть я очень растирала себя, свою кожу, делая также и самомассаж на бедрах, например, а возможно с бедер я и начинала. Сейчас я уже не вспомню, я поняла, что очень много кожи скатывается, и потом я взяла специально маленькое полотенце, этим удобнее делать, ну и потом я решила добавлять туда соду. И вот сода дает такое ощущение, что вы именно растираетесь чем-то, ну все-таки достаточно абразивным. И ощущение после этого потрясающее. Вот на самом деле такое ощущение, потрясающее ощущение, что прямо-таки, ну не знаю, там капилляры открылись, все двигается, все разгоряченное. Искренне вам советую. Повторюсь, никто за собой не сможет добиться такого ухода, точнее никто нам такого ухода за нами, с любимыми нам не предоставит, как мы сами. Ну и все. Больше я ничего не делаю. Упустила несколько волос, и я говорила, что я перешла полностью на натуральный уход, поэтому сейчас, например, сегодня, вот та сода, которая у меня была, которой я сделала пилинг, я потом просто ее смыла и больше ничего не делала. Предварительно на моих волосах был уптан, но это был не чистящий уптан, это был ухаживающий уптан, поэтому вряд ли он забрал какую-то грязь, какие-то излишки сала, возможно, кожного, подкожного и так далее. Был уптан, я его сполоснула, смыла прямо-таки в ванной, нанесла соду, сделала пилинг, а потом эту соду смыла, никаким шампунем не пользовалась, никаким кондиционером также. Вот такое у меня спадение, прекрасно себя чувствую, самое главное, кожа очень-очень хорошо выглядит. Ноль затрат, только, наверное, 2 евро на пачку соды, которой мне хватает, учитывая, что я и детей содой мою, купаю в соде также, наверное, на полторы недели 2 евро мне хватает, и, соответственно, вот такие затраты, пачка соды и горячая вода. Желаю всем хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.